МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствуют новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрт. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. В Гродно продолжается строительство объездной дороги, когда будет закончен пятый этап. За три часа десять нарушений инспекторы ГАИ снова выехали в рейд, проверяли водителей и пешеходов. Подвели итоги и выбрали членов делегации, которые отправятся представлять регион в столице. Действующие члены Белорусской торгово-промышленной палаты Погройницкой области провели собрание. Юных пациентов стало значительно больше. Как сезонный рост заболеваемости отразился на детях и есть ли случаи заражения коронавирусом. В Гродно продолжают чествовать почетных граждан города и тех, чьи имена пополнили Книгу славы. Поздравлять их будут всю неделю. 17 сентября в областном центре пройдет пробег единства. Что нужно для участия в спортивном марафоне и каков маршрут. Строительство новой дороги возле Азота продолжается. Участок свяжет трассу М6 Минск-Гродно с проспектом Космонавтов, улицей Карского и новым микрорайоном Грандичи. Сейчас активная фаза. Рабочие монтируют балки пролетного строения, укладывают ливневки, сооружают конструкцию. Другими словами, формируют базу дороги. Весь отрезок протяженностью чуть более километра. Строители уже выполнили практически половину работ. В июле прошлого года в эксплуатацию ввели участки с 1 по 4. Мост через реку Неман и правобережные подходы к нему. Все это позволило связать Южный рынок и автомагистраль М6. Строительство пятого участка позволит гродницам намного быстрее добираться в северную часть города, в сторону Поречи и Озер. Дорога первой категории сможет выдержать трафик машин от 8 до 10 тысяч каждый день. Пересечение восточного обхода и улицы проспект Космонавтов будет двухуровневым. Как раз мы сейчас находимся на строительстве развязки. Это проспект Космонавтов и Восточный обход. Значит, основная трасса будет проходить снизу. А развязка, проспект Космонавтов и сама развязка находятся на втором уровне. Она запроектирована в форме правильного геометрического кольца. И вот, значит, на этой развязке надо построить два путепровода. За время строительства будет перенесено 3,5 километра коммуникаций. Это водопроводы, теплотрассы и ливневки. А также 12 километров связи и электрокоммуникаций. Вначале соорудят эстакаду и два путепровода. Затем проведут окончательную выемку трассы и проложат дорогу. Сложность строительства заключается в форме развязки. Поэтому там запланировано много монолитных участков, установка большого количества подпорных балок и вынесение плит для большей устойчивости. Завершить объект планируют в ноябре. Десять нарушений за три часа зафиксировали инспекторы ГАИ во время очередного рейда. На этот раз в Гродно проверяли, соблюдают ли водители правила проезда на пешеходных переходах. Патрули работали на улицах Ленина и Калиновского. Вот видео, снятое сотрудниками госавтоинспекции на дрон. Прямая инструкция того, как делать нельзя. Люди переходят дорогу в положенном месте, у них явное преимущество, но водители спешат по своим делам и не церемонятся с пешеходами. В результате нарушений за нарушением. Как бы не думал, что он будет переходить, пословно говоря. Ничего интересного. Обычно не нарушаю. Получил предупреждение. Вину признаю. Никому не советую. Первый раз для нарушителей обошелся без санкций. Но если подобная ситуация на дороге повторится, придется заплатить штраф. Подъезжая к переходам, необходимо всегда снижать скорость, напоминают инспекторы, а пешеходу оценивать безопасные расстояния до автомобиля. Как правило, некоторые водители слишком самонадеянны и думают, что успеют проскочить, в то время как человек только начал движение. Зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых один человек погиб, и 23 получили травмы различной степени тяжести. К слову, именно 14 дорожно-транспортных происшествий произошли именно на пешеходных переходах. Традиционно в осенне-зимний период на дорогах нашей области и в целом всей республики регистрируется рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. За 8 месяцев на территории Гродно и Гродницкого района инспектор госавтоинспекции уже пресекли более 2000 таких нарушений. За несоблюдение правил проезда пешеходных переходов водителям грозит штраф от 1 до 5 базовых величин. Если же виноват сам пешеход, то для него штраф может варьироваться от 1 до 3 базовых величин. Подвели итоги работы за последние годы и выбрали 9 членов делегации, которые будут представлять Гродничину в столице. В областном центре прошло собрание действующих членов Белорусской торгово-промышленной палаты Гродницкого региона. Собрались порядка 100 человек. Каждые три года в Минске проходит съезд делегатов торгово-промышленной палаты, участие в котором принимают все регионы страны. Представители от областей каждый раз меняются, их выбирают на места. Вот и в этот раз в Гродно определили самых достойных. Слово, за последние годы количество предприятий, членов палаты, значительно увеличилось. И сейчас доходят до 170 только в нашем регионе. Больше половины – это представители малого бизнеса. Здесь им помогают и в первую очередь расширить географию экспорта. На международном треке – это содействие в встречах, B2B, установлению контактов. Выставочная деятельность. Она у нас была, есть, и даже в пандемийное время мы не останавливали, организовали виртуальные выставки. В том числе принимали участие и предприятия Гродинского региона. Классное мероприятие, которое было в Гродно, в Евролегионе. Мы надеемся вместе с местными органами власти возродить такого рода мероприятие. Отделение торгово-промышленной палаты Гродинского региона уже разработало несколько направлений, которые специалисты будут развивать в ближайшее время. Например, здесь готовы предложить предприятиям-партнерам языковые курсы для их сотрудников. Эсклюзивные виды услуг, которые наше отделение в меньшей мере оказывает, это в том числе регистрация интеллектуальных прав собственности, которые только мы очень активно в этом направлении работаем. И мы эту услугу готовы и дальше продвигать, пропагандировать и доводить до сведения наших коллег, наших партнеров. Мы развиваем новые виды услуг, ярмарочную деятельность. Буквально вот два года активно мы на ней начали работать. Мы хотим, может быть, больше внедрить возможности тех услуг, которые сегодня в меньшей степени, наверное, оказываются востребованными. Поток юных пациентов в Гродненской поликлинике увеличился. Чаще всего врачи регистрируют ОРВИ, но есть случаи и заражения коронавирусом. Среди всех посетителей центральной детской поликлиники только 30% ребят приходят по болезни. Как правило, их беспокоят симптомы острых респираторных инфекций. Но если говорить о ковиде, то протекает он сейчас преимущественно в легкой форме. А сами медики ставку делают на профилактику заболевания, то есть на вакцинацию. Мы активно стали вакцинировать детей против коронавирусной инфекции. Как правило, это возрастная группа вообще. Мы вакцинируем детей от 5 до 17 лет. Активно идут, хочу вам сказать, дети разных возрастов, и с 5 до 11 лет, и уже с 12 до 17. Но с учетом того, что мы с подростками с 12 до 17 лет стали работать раньше, поэтому наплыв этих пациентов меньше сейчас, потому что они вакцинировались тогда в ту волну, которая у нас была, и активно проводилась вакцинация. А сейчас активно задействованы дети именно от 5 до 11 лет. С началом учебного года вакцинацию можно будет пройти и на базе своей школы. Врачи также напоминают, что уже в скором времени детям нужно будет сделать сезонную прививку от гриппа. Заботиться о своем здоровье должны и взрослые. В городе Гродно, Гродненском районе, завершили первичный курс вакцинации более 70% населения, в том числе и более 8,5 тысяч детей, которые привиты первым компонентом китайской вакцины Вероцел. Также активно проводится ревакцинация, либо, как еще называют, бустерная вакцинация. Так, бустерная вакцинация предусмотрена для лиц старше 18 лет. На сегодняшний день первую бустерную дозу у нас получило уже более 136,5 тысяч населения. Вторую бустерную дозу – около 2 тысяч человек. Вакцины в поликлиниках города есть. В медицинских учреждениях придерживаются правила работы в эпидемический сезон. Разделяют потоки пациентов, измеряют температуру при входе, просят соблюдать масочный режим. Выполнение этих простых правил как минимум снизит риск заражения коронавирусной инфекцией. Чествование почетных граждан города и тех, чьи имена пополнили книгу славы, продолжается. Поздравлять этих людей будут общественные организации прямо на рабочих местах. Татьяна Комскова пришла на завод в 1972 году. Сначала работала товароведом по экспорту. Детали к автомобилям предприятиям Белкарт поставлялись в 45 стран мира. Чтобы никого не подвести и выполнять все качественно и в срок, вспоминает Татьяна Павловна, необходимо было подходить к работе максимально ответственно. Кроме своих прямых обязанностей находились силы и на общественную работу. Комсомольская организация и председатель профсоюзной организации, профгруппоргом была. Ну и потом меня выдвинули начальником отдела кадров. У нас было работающих 4,5 тысячи. Проблем было очень много. Ну, стало так постепенно. И потом работала замдиректора по информационной работе. Затем ушла на пенсию. Вот 12 лет возглавляю совет ветеранов. Поздравить Татьяну Павловну с занесением в Книгу славы города Гродно и выразить ей слова благодарности собрались ее коллеги, а также администрации предприятий и представители общественных организаций города. Татьяна Павловна на предприятии трудится уже более 50 лет. Сегодня прошла, скажем, в прошлом своей профессиональной жизни разные личные ступени на предприятии. Сегодня возглавляет и очень успешно возглавляет совет ветеранов. Мы сегодня на слуху, на первых лидерских позициях в области, за что ей очень благодарны. Хотелось бы пожелать крепкого-вребкого здоровья, дальнейших плодотворных усилий, возможностей. Мы, еще думаю, не один десяток лет с ней потрудимся вместе. К слову, Татьяну Павловну поздравили одной из первых. А в дальнейшем профсоюзная организация города будет продолжать посещать тех, кто был удостоен высоких наград и почетных званий на торжественном мероприятии в честь Дня Города. Гродинское городское объединение профсоюзов в течение всей этой недели вместе с профсоюзными комитетами тех организаций, члены профсоюза, это и руководители, и ветераны, и работники этих организаций, были удостоены почетных таких званий, внесены в Книгу славы города Гродно и стали почетными гражданами города Гродно. От этих профсоюзных организаций мы решили тоже поздравить тепло в наших трудовых коллективах. Пробег «Единство» по центральным улицам Гродно пройдет 17 сентября. Старт в 10 утра. Принять участие в спортивном событии может каждый. Главное – желание и хорошее настроение. Переодолеть предстоит дистанцию в 3 километра. Марафон начнется с площади Советской и завершится там же. Организаторы ожидают около 4 тысяч человек. По крайней мере, столько заявок уже принято в городском отделе спорта и туризма. Там отметили, не исключено, что количество участников будет больше. Ведь активный и здоровый образ жизни сейчас в тренде. Старт запланирован в 10 часов на площади Советской. Далее маршрут пойдет по улицам Давыда Городенского, Большая Троицкая, Вилинская, Лермонтово, Митрополита Филарета. Площадь Ленина пробегаем. Небольшой участок улицы Ожежка, пешеходная улица Советская. И возвращаемся в место старта. То есть маршрут составит порядка 3 километров. Принять участие в пробеге могут все желающие. Спортивная форма, хорошее настроение. Мы всех будем рады видеть на месте старта. Забег откроет марафон мероприятий, приуроченных ко Дню Народного Единства, который в Беларуси отметят 17 сентября. В таком масштабе спортивную акцию в Гродно проведут впервые. А в последующем собираются сделать ее традиционной. Телерадио-овещательному каналу Гродно+. Требуется на постоянную работу оператор и диктор новостей. По всем вопросам обращайтесь по номеру 0152-6207-86 с 8.30 до 16.30. Резюме отправляйте на нашу электронную почту с пометкой «Вакансия оператора или диктора». И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно+. Так, всякие добрейшего. Можно сразу, да? Так, уйдь.